В юбилейный десятый раз на Тимиртаусской сцене представили свои творения талантливые и креативные модельеры и дизайнеры с разных уголков страны. Семь коллекций на суд жюри и зрителей представили участники ежегодного республиканского конкурса «Золотая нить». Своё мастерство на модном показе также продемонстрировали семь дизайнеров почётных гостей программы и организатор конкурса «Театр моды Силуэт». Модели все нашего театра моды проходили кастинги, на кастингах проходили отборы, дизайнеры выбирали понравившихся моделей, затем обсуждались пошивы, как они будут представлять непосредственно все идеи свои по постановкам, мы обсуждали музыку, видеосопровождение и всё прочее, то есть детально прорабатывали с каждым дизайнером. Модный показ был разноплановым. Это и гламурные наряды, вечерние свадебные платья, национальные костюмы и многое другое. Например, Оксана Рахимова из города Рудный Кустанайской области представила коллекцию вязаных изделий «Городские тайны». Вязальным делом я занимаюсь 23 года. Чем вдохновлялись? Вообще я очень много смотрю, но и жизнь, она даёт свои тенденции, свои идеи. А среди почётных гостей оказались не только опытные мастера своего дела, но и юный дизайнер Инжу Муратбекова из Караганды. Уже год у неё есть личный бренд Инжу Фэшн. Творчеством девочки восхищаются по всему миру. Инжу у нас занимается дизайнером с 25 лет. Мы усмотрели у Инжу такой талант, она очень любит рисовать, придумывать сама модели свои. Мы просто единственное помогаем им их шить и воплотить. В силу возраста, со временем, я думаю, и она сама будет шить. Сейчас мы готовимся к поездке в Париж. У нас будет показ в Париже, в Милане. В конце февраля тоже будет коллекция Инжу. Сейчас вот мы приехали в Тимиртау тоже показать очередную коллекцию Инжу. Инжу представила на сцене Тимиртауского дворца культуры коллекцию «Радужные дети счастья». Конкурс «Золотая нить» – это не только шанс для модельеров представить широкой публике свои коллекции, но и возможность для воспитания с театра моды силуэт, отточить актерское мастерство и уроки дефиле. Мы очень долго готовились к этому концерту. Мы очень упорно и усердно к нему шли. Мы очень долго репетировали. Было порой где-то сложно, где-то трудно, но мы все же смогли. У нас очень длинный, сложный танец. Многим девочкам очень сложно, конечно, и больно стоять на каблуках, но все равно мы же хотим для зрителей как лучше. По итогам конкурса «Золотая нить-2023» профессиональная жюри посчитала лучшей коллекцию под названием «Прогулка по Провансу», представленную дизайнером одежды Аленой Колесниковой. Аленой Колесниковой. Супер-грампри! Колесникова Алена! Колесникова Алена получает замечательный диплом. Супер-куба! Вдохновлялась я женщинами, которые гуляют, которые чувствуют ветер в волосах, которые наслаждаются вот этой вот свободой. Поэтому и коллекция вышла соответствующая. Она удобная, женственная, мягкая, воздушная, все говорящее о том, что женщинам быть приятны. Все участники конкурса получили дипломы и ценные призы. Кристина Кириченко, Анастасия Ходорева, Евгений Ходорев. Новости Тимиртау.